всем привет мы сейчас спим вот здесь нам очень уютно как в домике теперь сайбер как король спит как тебе тут спится нам да ладно прям так скучаешь вот бусик гости пришел когда кровать вот эту сделаем то может быть вернуть может быть но я не уверена но это не точно бусик скажи всем привет как у тебя дела хорошо я уже почти сделала полностью свою утреннюю зарядку пошла я в душ скоро уже клемотик придет со школы а мы все валяемся стыдно давай 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 аккуратно аккуратно все перевесила гантели все да позанимался молодец да отдыхаю ты не мои хочешь дать это мои да давай по одной раз у такого дела вот так вот так у вас потаскал хватит да по голове не удалю утренние вкуснятина ваше здоровье такая кашка сиропчик это я налила и ты меня портим вот вова есть молодец давай еще с маминой вкуснее что хочешь давай с папиной ложки нет а папу покорни как ты папу кормишь ложечку возьми а папу как кормишь ложку возьми ложку возьми и папа а смотри и ты хороший мам я только что ходил к зубному а почему к зубному это оказывается папу еще совсем не больно я вспомнила что я всегда ходила зубном они чики нету они ничего там это ж и ты не боялся ты дал ему да а почему потом они специальным спиртом побрызгали и все потом лаской и не больно было нет совсем не больно на зубик автоматик ну-ка зубик покажи зуб надо оставить для я буду плакать мой сыночек без зуба ну-ка покажи еще раз а то бы мучили оказывается нитка еще намного больнее да нитка больнее вырывать согласен да а че ты вчера бы подхватил и все получилось ваткой я ваткой тампоном пассатижами хватал ниткой пассатижами хватал крепко держится это ручка что ли такая вот стоит зубом играет вова вау она еще новая над колпачком не надо колпачок снимать весна пришла дождь придет ты спешишь есть охота же много тут не надо масло все а ты суп будешь у нас суп буду а ты че делаешь там как готовишь а можно с макарошками пшено ты покушал вова давай еще покушай вот так вова кушает пшено ему нравится вкусно микрозелень от проростков очень много вот прям так можно перед едой вообще супер я хотела готовить паназиатскую лошу но поняла что судя по моему голоду не успеешь на вечер оставлю лучше о ой вова зачем ты это сделал а взял в стакан воды туда вылил давай убирать не надо вот этот тёка он и там успел наследить ну если честно то это я рассыпала а он уже развозюкал все короче я даже не жду супа я вот сделала пшено просто с солью просто с маслом и это очень вкусно с салатиком даже вова еще не наелся он еще хочет так вова я тебя покормлю сейчас опять все это на полу будет да видишь горячо да мой хороший салатик в общем пока бусик спит я тут убираюсь на кухне очень тихо так мы и не пользуемся посудомоечной машиной не знаю сколько я себя не заставляю не заходит то она мне каждый раз думаю о том что у меня бы мог бы быть полноценный шкаф куда я могла бы складывать свои кастрюли а он занят этой машиной которой я не пользуюсь немножечко прибралась вовчик спит как обычно засыпает с грудью хотя я сейчас ну стараюсь по мере возможности давать грудь меньше чем раньше ну по крайней мере чем в тот период когда вова болел он тогда вообще с груди не слазил читал о том что в материнском молоке есть какой-то компонент которые действуют как наркотик на детей на животных природа специально так задумала чтобы щенки детеныши далеко от мамы не уходили всегда примерно были рядом с мамой не разбегались они ведь маленькие дурные особенно животные и если у них не будет мотивации они конечно же разбегутся в разные стороны кто куда и могут не выжить специально для этого вот в материнском молоке есть что-то такое что вечно манит детей делает их зависимыми когда я думаю о стопроцентном отлучении мне хочется плакать рыдать потому что у меня эта зависимость тоже есть и мне жалко ребенка и я как представлю что что пора уже завязывать кормление мне так становится грустно и я бегом и мне хочется его прижать хочется забыться и не думать о том что пришла пора отлучать ребенка до груди хочется прижать его и наслаждаться теми моментами краткосрочными которые в любом случае закончатся скорее всего мы будем действовать по естественному отлучению вова уже понимает все прекрасно когда я ему говорю вова у мамы кончилось молочко вова все не будет молочка давай засыпай без сиси он все это прекрасно понимает плачет злится на меня отворачивается и спит и мне кажется по мере взросления буду с ним разговаривать как-то объяснять ему и наше отлучение пройдет мягко для мамы и для ребенка на меня уже люди оборачиваются это для меня вова маленький лялечка а на самом деле для кого-то он выглядит как трехлетний ребенок и некоторым дико видит что такой большой ребенок и до сих пор и я все-таки верю в естественное отлучение оно существует мы это проверим раньше я верила что до 9 месяцев это максимальный срок когда нужно кормить ребенка грудью потом никакого смысла нет нужно отлучать что я и сделала с климом сейчас я другого мнения вообще все что говорит женщина может оказаться неправдой уже через пять минут для меня кормление после 9 месяцев это баловство если вам хочется конечно же кормить и хуже не будет но я придерживаюсь того принципа что молоко нужно ребенку до тех пор пока он не научится питаться сам есть твердую пищу когда он сам уже все это делать умеет ему молоко уже не нужно а после двух лет это вообще водичка даже после года это там никакой пользы а просто компотик вы просто портите свою грудь и ну мне не нравится когда ребенок уже ходит разговаривает и сосет грудь это уже как-то не мило хорошо когда мы развиваемся и наше мнение меняется в лучшую сторону в более правильную естественную а так не устраивайся его уже не найти мне покажи пойдем проверять пошли что случилось скажи мне не нету зубиков в коробочке а ты его брал куда-то нет а кто мог взять да не знаю сейчас объявляется пропажа все будем искать сейчас папке позвоним кому нужен твой зубик Ну вот, я же говорю, никто не взял твой зубик. Ну-ка, давай проверим, зубик ли там вообще. Ну да, кроме него там нет. У тебя, мой хорошенький. Климворд написал письмо зубной феи. На каком-то древнеегипетском языке. Нет, зубная фея за мой зубик подари мне подарок. Уняшка. Ну а что так сильно кричал и меня напугал? Ну потому что я же испугался. Иди ко мне, обнимухи. Обнимухи. Ой, мой беззубик, не могу поверить до сих пор. Вот такой ужин красивый. Надо будет сфоткать для инстаграма. Да. И обидно, что авокадо вот такой попался. Ми-ми-ми. Еда для инстаграма. Вкусняшно? Вкусняшно? Клим, ради того, чтобы телевизор смотреть, готов не есть. Быстро выключил и сел рядом с нами. Климофи, будешь лапшичку? Вот салат. Лапшичку только. В ротик. Лапшичку. На-на-на, вот. Давай. Беги с брокколи. С брокколи, давай. Так. Ты же так мало лапшики украл ее. Да положи еще. Овстреча. Автошка. Автошка. Всю жизнь думали, Антошка. Угу. А недавно поняли, что Автошка. Климошки. Так, что вы рассыпете. Ротик. Вон Вова тоже хочет. Все хотят. Ну не надо, Клим, полным сомышем так тем более. Почему ему так мало? Ему тоже брокколи вон дают. Да он жевал только что брокколи. Мам, можно мне лапшичку? Можно. Вон, видишь, как он ест брокколи? Очень соленый. Без баловства, Клим. Клим, сядь, поешь нормально. Гороховый, очень соленый. Гороховый? Он же соевый. А соевый? А. Вот мой зубик. Ну-ка. Давай, Климони. Привет, Дубик. Дубик, иди сюда. Дубик. Ну, капает Климонтик. Дубик. Клево, ты ешь на ходу. А? Вкусная лапшичка была, чай будем? Нет. Нет? У-у-у. А что? Ну, и так наелись. Микровановка нам не нужна. Как не нужна нужна? Почему нам не нужна микровановка? Мы же договорились, без микровановки жить. Мы не договаривались. Это ты себе в голову вбила и так поставила. Ребром, кстати, взяла, забрала нашу микровановку и унесла мани. А нет, нет, нам подогреть чуть-чуть. А, ее отсутствие не вспомнила. Мне и без микровановки хорошо ждать. Да и мне тоже неплохо живется без микровановки. Но иногда-то надо. Мне вот это место забивать. Мне так нравится, так хорошо дышится без этой микровановки. Это, смотри, там бардак какой. Микровановочка стояла. Микровановочка стояла, на ней аккуратненько с археточки лежали, чтобы можно было положить. Это мой бардак, моя кухня. Пусть будет там бардак. С микровановкой? Нет. Кто пришел? Либо я, либо микровановка. Это очень сложный выбор. Но я выберу микровановку. Ну, пойдем, моя кухня. Будьте вовшим. Сюда пойдем. Сюда, вот сюда. Вон туда. Микровановка. Вот сюда. Проведи голосование. Голодовка, микровановка. Надо в своем инстаграме голосовать. А по выбрать жену или микровановку? Сто пудов все порекомендуют выбрать микровановку. Ну да. Потому что жена не умеет разогревать, да? Все ручки перепробовал уже. Ручку надо ровно расписывать, а не криво. Зашли в магазинчик. О, я теперь сумочкой хожу. Мне вот такая штука нужна. Читмил. Для бусиков. Для кого? Для бусиков. А каких бусиков? Где твои бусики? Ну вот браслетики там всякие разные. А, они где. Ты же зачем туда зашел? Я вот незачем. Держи. Мне здесь ничего не надо. Вот эспандер можешь взять. Пистевой. Катя. Совокупность орбит. Та прямо у нас столько тапок в домах. Нет. Сколько? Трое. Одни большие, красные и двое розовых. Да все неудобные. Четверо даже тапок. Эти тоже будут неудобные. Я, я. Нет, нельзя. Поставь. Это жидкость. Пава, кака. Поставь на место. Обалдеть, какой коврик здоровый для мышки. Прикинь. Катя, давай такой коврик себе возьмем для мышки. У нас стол меньше, чем коврик. Поставим, зато вся клавиатура туда ляжет. Нет? Не трогай, сыночка. Ну, че ты? Стандартная манюшка. Вова, господи, ты такой большой уже на фоне этой девочки. Клим, ты хотел в туалет, ты идешь? Мы привезли матрас, так и не привезут. Почему? А деньги вернут? Да, замкнут. Да, Клим. Да, давай на обратный путь. Заедем в магазин душа и купим там водяную бомбочку. Там, да, есть теория. Я сегодня ходил за пистолетом, и это реально видно. Субтитры сделал DimaTorzok